Я написала книгу, она называется не просто «Панельки», в ней 8 глав, каждая из которых посвящена какой-то отдельной теме, поэтому если вам понадобятся подробности по тому материалу, который я сегодня буду вам рассказывать, то, пожалуйста, обращайтесь к этой книге. В принципе, выбираете главу и можно ее отдельно изучать, они достаточно небольшие. Что очень важно, что в Германии районы массовой жилой застройки, есть такой специальный термин для этого типа территории Gross von Ziedlungen, это какой-то особый тип территории в городском управлении. Этот термин появился еще в ФРГ в 1980 году и был актуализирован в 1995 году Министерством строительства. Это плотная многоэтажная однородная жилая среда, обособленная территория, более 2000 квартир. Но вот мои коллеги в Центре компетенции говорят, что в малых городах мы можем говорить о районах массовой жилой застройки, начиная уже с 2000 квартир. И что мне очень важно сказать, что в Германии с 90-х было очень много всего сделано в районах массовой жилой застройки, было много разных этапов работы с ними. И на самом деле, если мы, так как в России совсем другие институциональные условия, например, собственность, в Германии это крупные жилищные компании, кооперативы, а люди арендуют жилье, у нас все собственники, что требует совершенно иных подходов к модернизации жилых зданий. То вот с точки зрения, например, городского планирования мы очень много инструментов можем использовать немецких, можем у себя их создавать. Поэтому, конечно, этот опыт, он очень интересен не как что-то цельное, а вот именно в деталях. И сегодня я буду на деталях концентрироваться. Немножечко скажу про то, какие периоды работы были в Германии. Это первое, вот то, что вы видите, такие синие квадраты, это сразу после 90-х, когда эти районы критиковались сначала как какое-то наследие социализма. Но потом поняли, что на самом деле это очень востребованный жилой фонд и стали эти районы улучшать. Что-то такое похожее на программу «Комфортная городская среда», которая сейчас есть в России, было реализовано. Потом уже вот здесь вот несколько картинок, также здания были переделаны, то есть такой был комплексный подход. И потом уже в 2000-е стали управлять, стали реагировать на те демографические процессы, которые в районах происходят. В частности, например, города сжимались, нужно было сокращать жилой фонд, нужно было адаптировать жилье для разных категорий населения. То есть совершенно уже другие, более такие серьезные подходы к работе с районами. Также из 90-х очень важный вопрос социального развития. Есть специальная программа, которая работает до сегодняшнего дня, называется «Социальный город», которая пытается поддерживать жителей, находящихся в уязвимом положении. Какие-то такие комплексные проблемы, как бедность населения, отдельных категорий населения стараются решить. И это совершенно другие подходы. Но что интересно, это не просто социальная работа, это увязка социальной работы с пространственным развитием. И опять-таки, все проекты во всех районах, они разные. Основная идея, что для конкретной территории такие экспериментальные проекты разрабатываются. Поэтому это для нас, планировщиков российских, может быть очень интересно. Ну и теперь, собственно, такой краткий обзор вот этого разнообразия немецкого опыта. Сегодняшние лекции я хочу сконцентрироваться на двух темах. Сначала немножко скажу про концептуальные подходы к развитию районов массовой жилой застройки. Ну и потом назову разные инструменты, которые мне кажутся важными, интересными. И покажу примеры реализованных в Германии проектов. Если у вас потом будут вопросы по каким-то из этих проектов, или вам будет нужна дополнительная информация. Пожалуйста, вот есть e-mail. Первый — это мой, второй — это общий e-mail нашей организации. Пишите, мои коллеги, они всегда очень рады сотрудничать с Россией, именно в части обмена знаниями, обмена опытом. Поэтому, если у вас есть интерес, будем рады вашим письмам. Начнем с концептуальных подходов. Когда я ехала в Германию в 2018 году, мне, конечно, хотелось найти способ, чтобы сделать микрорайоны более интересными, более такими средой человеческого типа. В общем, переделать их. И у нас часто микрорайоны критикуются. Мы говорим, что это такие огромные бесхозные пространства. Это, кстати, цитаты из разных статей, которые я нашла в интернете по запросу советские микрорайоны. Это что морально устаревший тип жилья, отсутствие развитой инструктуры, точек притяжения, недостаток парковок. То есть какие-то сплошные проблемы, и нам нужно что-то сделать, чтобы эти микрорайоны были лучше. И вот я поехала в Германию изучать, что же нужно сделать. Какое же было мое удивление, когда через некоторое время я поняла, что немецкие специалисты, они совершенно по-другому смотрят на эти территории. Прежде всего, вот эти районы ГДР, это наступный жилой фонд. На политическом уровне это признано. Это очень важная территория для города, потому что, во-первых, там очень много квартир. Эти квартиры, они многокомнатные, то есть в них могут жить большие семьи, но в то же время они компактные. Поэтому, например, невысокие платежи за жильё, невысокая стоимость квартиры, невысокие затраты на отопление. Эти квартиры, эти здания и хрущевки, например, их очень легко реконструировать. И вот с точки зрения жизненного цикла здания, они очень удобны для города. Например, можно разработать проект реконструкции одного здания и потом очень много зданий реконструировать. То есть это экономия затрат. И политики говорят следующее. Представьте, что бы было, если бы у нас сейчас исчезли все эти здания. Это была бы катастрофа. Мы не знали, где бы жили люди в нашем городе. И в современных условиях мы не можем так быстро и так много жилья, так дёшево построить. И также специалисты говорят, что если эти районы значимы для города, то значит город должен что-то им дать. Должны быть как минимум программы поддержки развития этих территорий. Второе, то что специалисты в Германии, они прежде всего смотрят на развитие этих территорий с точки зрения демографии. Вот на этих графиках вы видите полувозрастную структуру. Ну, в принципе, то, что она по полу делится, это не так важно. Но вот по городу в двух районах. В районе Грюнау в Лейпциге, который очень долго был убывающим городом и район, соответственно, материал населения. И в районе Фенпуль в Берлине, в котором, в принципе, население не убывало, а сейчас оно, наоборот, растёт. И вот если мы посмотрим на график, например, график Лейпцига, то здесь видно вот эта вот красная линия, это население всего Лейпцига, и видно, что, в принципе, жители по возрастам 20-30, 40-50, 70-80, ну, примерно однаковое количество людей этих возрастов. А вот в районе массовой жилой застройки есть выбросы. То есть людей 60 лет там очень-очень много. Ну, это объясняет, это, кстати, данный 60-го года, то есть сейчас это уже люди 70 лет. Это объясняется тем, что в район массовой жилой застройки заселяются одновременно люди, и они одновременно стареют. И потом, соответственно, если мы посмотрим также график района Фенпуль, то вот здесь видно, что, например, этот район, он расположен не на окраине Берлина, он как бы в такой серединной зоне, поэтому построен он был ещё в 60-е, и здесь в 90-е людям уже было 60 лет, а сейчас вот как бы эта основная масса населения, она расположена между 70 и 80 годами. То есть это очень район с очень старым населением. И понятно, что в какой-то момент произойдёт замена, то есть эти люди естественным образом будут уходить, причём не постепенно, а примерно единомоментно, и в этот район приедут новые люди, какие-то совершенно другие. Это, скорее всего, будут молодые семьи с большим количеством детей, то есть резко увеличится население, изменится спрос на инфраструктуру, то есть сейчас какая-то инфраструктура для пенсионеров в районе Москвы, а потом резко снова будут востребованы школы и детские сады, как это было в начале жизни района, что, собственно, мы наблюдаем, например, в новостройках российских, когда там всегда школы и детские сады нам скорее нужны. И в районе, например, в Ляйпциге, возможно, из-за того, что город не так быстро растёт, там не приедет никто, то есть будет какой-то пустой жилой фонд. И вот это вот всегда планировщики отслеживают. По сути, все стратегии развития района, они являются ответом прежде всего на демографические изменения, на социальные изменения. Конечно, очень печально, что у нас в России эти данные недоступны, что мы работаем, можно сказать, с закрытыми глазами, у нас нет подробной статистики, но, однако, что-то о демографических тенденциях мы можем понять, конечно же, необходимо это учитывать. В третьей особенности — это то, что микрорайоны — это некий особый тип городского пространства. Неплохой тип, как вот у меня было видение такое, прежде чем я сюда приехала. Они просто совершенно другие, совершенно другая среда, у этой застройки есть свои плюсы, например, огромное количество пустого пространства, озелененного, что вот сейчас, когда климат меняется, и лето становится все более жарким, это очень-очень важно. Также считают, что есть люди, которым просто-напросто ближе такой тип среды, они как бы микрорайонные люди, им нравится, что они видят деревья, есть вот это огромное пространство, они видят другого дома, окна в окна и комфортно. Но, конечно же, нужно учитывать, что такой застройкой, массовым жилым фондом, многоквартирными домами очень тяжело управлять, когда их частные собственники. Вот немецкий опыт показывает, что крупные компании, кооперативы, они очень хорошо справляются с задачей управления этим жилым фондом. И также планировка открытого типа, она хорошо работает, когда люди друг друга знают, потому что все-таки среда такая достаточно анонимная, деталей не так много, и когда ты знаешь соседей, постоянно их встречаешь, то есть это делает среду более гуманной. При заселении, опять-таки, часто, например, заселялись сотрудники одного предприятия, и люди знали друг друга. Как-то люди не в интернете общались, они общались со своими соседями, проводили какие-то застолья на лестничных площадках, такое было в России, например, даже в моем детстве еще. То сейчас такого нет, и нужны какие-то специальные стратегии развития соседских сообществ. Ну и четвертая немецкая особенность, то что здесь есть стратегия управления жилым фондом в городах. То есть важно не только новое строительство, где мы строим дома, потому что новое строительство только 1% от всего жилого фонда в год. А важно, что мы делаем со старым фондом, как мы восстанавливаем техническое состояние, как адаптируем этот фонд к демографическим изменениям. И важно также, как новое строительство влияет на существующий жилой фонд, на процессы спроса и предложений. Вот это были такие концептуальные особенности, как смотрят на жилье, такое малое постсоциалистическое жилье в немецких городах. И, наверное, ключевой для меня термин, вообще, что было для меня открытием, это такое немецкое словосочетание «Digibautestadt» — город, который уже построен. Вот когда я прошла множество микрорайонов массовой жилой застройки, мне стало понятно, что, несмотря на то, что там очень много было всего сделано по сравнению с Россией, параметры среды, они в целом сохранились. Даже новое строительство, оно, да, меняет какие-то отдельные части района, но в целом район все равно вот этот вот микрорайонный характер сохраняется, потому что это уже построенный город, он существует. И, например, я очень много, я не архитектор сама, как вначале сказали, но я очень много работала с архитекторами, и когда у нас новый проект, всегда хочется создать какую-то совершенно такую прекрасную городскую среду, очень комфортную, очень замечательную, там, размерную с лучшими аналогами, которые когда-то встречались в жизни. Но на самом деле наши города, они уже построены, и поэтому мы не можем их совершенно до неузнаваемости поменять. Все равно эта среда сохранится еще долгое время, нам нужно ее принять, нам нужно увидеть ее плюсы и минусы, как-то трезво на нее посмотреть и понять вот границы возможного. Мы как архитекторы, мы как планировщики, что мы можем сделать, чтобы улучшить жизнь проживающих там людей. Немецкие коллеги, они именно так ставят себе задачу, когда работают с микрорайонами ГДР. Ну, давайте перейдем ко второй части, которая называется инструмент планировщика. Рассмотрим вызовы, с которыми сталкиваются районы, а также, что можно делать. Вызовов, конечно, очень много. Это социально-демографические, о которых я уже говорила, старение населения, вот эта смена поколений жителей. Есть такое же вытеснение в старый фонд семей с низкими доходами, что есть и в России. Как бы люди, у которых есть деньги, они покупают новую квартиру, уезжают из Хрущевок, а туда кто-то приезжает, и мы не знаем кто. Также в ряде городов это городское сжатие, что также есть в российском контексте. Конечно же, рынок недвижимости влияет, то, что люди, например, очень хотят жить в частном жилом фонде, а не в многоквартирном доме. То, что районы уплотняются, когда город растет и требуется новое строительство. Изменение образа жизни очень влияет. Изменение потребительского поведения, паттернов мобильности, досуга, того, как мы общаемся друг с другом. Конечно же, такие неизбежные процессы, как старение жилого фонда, обновление технической инфраструктуры, что вообще какая-то космическая задача, с которой в России мы еще не приступали. Постоянно есть какие-то вызовы, связанные с тем, что нужна другая инфраструктура или нагрузка резко меняется на инфраструктуру. Ну и финансовые. Сокращаются бюджетные возможности, сокращаются доходы, домохозяйств. У нас как бы мир находится в такой фазе, когда на это также нужно обращать внимание и долгосрочной перспективе про это думать. За 30 лет, которые прошли после объединения Германии, постепенно выработался такой интегрированный подход к развитию районов массовой жилой застройки. Он складывается, наверное, из четырех основных элементов. Есть план, как постепенно меняется пространственная структура района. Есть также стратегия развития жилого фонда. И вопросы социального развития, они начинают все большую и большую роль играть. Поэтому в стратегиях районных, а у района, у каждого, как правило, есть своя стратегия. Без нее невозможно получить финансирование государственное для решения каких-то задач. И социальное развитие также играет важную роль. Но под базой всего этого, это, конечно же, коммуникация и долгосрочное сотрудничество всех участников процесса развития территории. Это городская администрация, собственники, представители жителей, это представители инфраструктурных объектов, какие-то некоммерческие организации, которые работают в районе. Все-все-все, они постоянно налаживают диалог между собой, обсуждают проблемы района, пытаются выработать решения и постоянно стремятся наладить сотрудничество друг с другом. По сути, развитие коммуникации – это, конечно, отдельная задача. Ну и ключевое слово – это всегда адаптация. Вот на предыдущем слайде было очень много вызовов. То есть всегда стремятся за счет разных инструментов поддержки района помочь ему адаптироваться к меняющейся реальности. Конечно, это очень вызовы, они зависят от того, в какой части города расположен район. То, что я буду рассказывать, это в основном касается районов на окраине, потому что в Германии районы многоквартирной жилой застройки такие, они расположены на окраине чаще всего. Но и для центральных районов, для таких районов в середине зоны расположенных, тоже это подходит, потому что, например, демографические процессы, рынок недвижимости влияет на все территории города. Вот как выглядит, например, план долгосрочного преобразования в пространственные структуры района. Это Галинойштадт, такой очень большой район, где проживает, он был запланирован на 90 тысяч жителей, сейчас проживает 40 тысяч жителей. И вот как раз-таки на примере вот этих убывающих районов был выработан немецкий подход, который называется «Снаружи-внутрь». Он используется не только на убывающих территориях, но вообще для всех районов такой социалистической застройки, которая была относительно однородная в момент строительства. И сейчас очень важная задача — это развитие внутренней структуры района, развитие центров, как-то вот консолидация территории, чтобы были различия. Вот у нас центральная часть, она более насыщенная, вот такие более спокойные территории на окраинах. Также всегда очень важный вопрос — это проработка связей между районом и другими территориями города. Вот они желтым изображены. Каким-то образом, например, эти кварталы могут трансформироваться, чтобы связь улучшилась, если это, например, какие-то промышленные были территории или, как в этом случае, это малоэтажное строительство. И иногда район массовой жилой застройки, он отделён большими зелёными пространствами, что было одним из принципов такого социалистического градостроительства. И, конечно же, вот эти зелёные пространства крупные, они тоже интенсифицируются, как-то делаются безопасными, развиваются велодорожки, пешеходные связи, чтобы жители района, они не были просто лесом отделены от остальной части города и могли туда пешком безопасно дойти. В принципе, у всех районов вот эта вот стратегия интенсификации такой. Даже если здания сносятся, они сносятся на окраине района, и жителям предлагается переехать в центральные части, чтобы было более плотно, чтобы больше было людей на улице, как-то более такая наш стычная была жизнь, какие-то другие паттерны городской среды возникали. Но это понятно, что не за один день это происходит, не за 10 лет. В принципе, есть районы, которые уже 30 лет живут на основе одного и того же плана и постепенно, так медленно меняются. Развитие центров – очень важный инструмент, я думаю, и для нашего российского контекста. Есть, конечно, с помощью каких-то строительства каких-то новых территорий это решается. Например, во многих районах на рубеже 2000-х были построены такие ядра центральные, совершенно иной какой-то современной застройкой. Иногда даже частично сносили здесь жилые дома, чтобы построить вот эти центры. Но не всегда. Чаще всего были какие-то свободные пространства или торговые центры перестраивались. Есть такие проекты. И второе – это такой тоже немецкий подход. Они говорят, что эти районы очень значимы для города, значит, надо постараться и подарить этому району какой-то такой уникальный проект, который сделает его узнаваемым во всем городе и заставить, побудить жителей остальных частей города приезжать в этот район. И в 90-е для всех районов Берлина такие проекты придумали. Но вот, например, в районе Хелисдорф, про который вчера рассказывала Барбара, такой проект был построен только несколько лет назад. Это была такая ландшафтная выставка, очень большой парк. И этот парк, он расположен между двумя районами – Марцан и Хелисдорф. И несколько лет назад эти районы соединили канатной дорогой, что стало просто каким-то невероятно популярным объектом во всем Берлине, что теперь не нужно возить детей в Альпы покататься на канатной дороге. Можно вот поехать в панельный район на окраине, и там совершенно чудесно за какие-то небольшие деньги проехаться. И действительно все жители Берлина рекомендуют съездить теперь в этот район. С точки зрения имиджа это просто замечательно. Также, кроме нового строительства, есть стратегии управления развитием центральных мест у каждого района, у городской администрации. Вот вы видите карту, где указаны как главные центры районов. Хелисдорф, про который Барбара рассказывала, этот район Марцан. Есть ключевые центры, есть центры второго порядка. И для каждой территории есть схема, на которой указаны, какие объекты расположены. Во-первых, границы определены этой центральной зоны, указаны, какие объекты там расположены. Есть также описание такой текстовой сильных-слабых сторон, как бы мы хотели трансформировать постепенно эту территорию. И вот дальше, если какой-то инвестор, он хочет разместить какой-то объект в районе нежилой или, например, открыть какое-то предприятие, то на самом деле районная администрация, она рекомендует делать это в пределах центральной зоны, потому что здесь просто намного проще будет процесс согласования. Если хочется сделать что-то за пределами, конечно, можно обратиться, но они с таким предложением, но сразу написано, что маловероятно, что они это согласуют. Но такой спрос, они будут знать, у них будет информация, что на самом деле люди хотят это сделать. Может быть, потом они поймут, что нужно какой-то новый центр второго порядка создать в районе, потому что все бизнесмены хотят что-то где-то открывать. Это очень интересно, отличается от российской ситуации, где у нас абсолютно все первые этажи нежилые часто. Это позволяет, во-первых, концентрировать общественные пространства, управлять потоками на территории, понимать, где люди ходят, и там, например, благоустраивать прежде всего территорию. И вот это действительно позволяет управлять с развитием центральных мест. Также в Германии есть интересная программа, она называется «Активные городские центры, активные центры районов». Территория, она может попасть в эту программу, и в течение 10 лет будет поддерживаться процесс, во-первых, продумывания вместе с сообществом заинтересованным, как развивать эту территорию, поддерживается формирование этого сообщества, какие-то проекции благоустройства реализовываются, плюс очень много временных решений. У них в Германии такая интересная есть стратегия, что нужно какие-то такого малого масштаба создавать среду. Вот вы видите на одной из картинок, это пример реализации такого подхода, что на большой улице с высокими домами там строятся какие-то очень такие маленькие пространства, чтобы создать вот этот альтернативный пространственный опыт. Хорошо это или плохо, это вопрос, конечно, дискуссионный, но тем не менее вот есть такие попытки как-то изменить центральные места. Ну и есть временные решения, это ярмарки, какие-то павильоны, они тоже очень популярны, чтобы наполнить центральные места жизнью. И есть даже фонд центра, это денежные средства, которые как раз-таки сообщество вокруг этого центра, оно может использовать, чтобы событийную активность развивать на этих территориях, чтобы место жило. Про центры ФИО, теперь про развитие жилого фонда. Жилой фонд в микрорайонах, он однородный, квартиры очень похожи друг на друга, и как раз-таки это является угрозой для социальной демографической стабильности, что те люди, которым нужны какие-то другие квартиры, они в определенный момент времени будут уезжать из района. На самом деле люди, в соответствии с твоим, они не любят уезжать из района, потому что они все знают, им как бы хорошо бы здесь, они бы хотели здесь остаться, но нет подходящей квартиры, и поэтому они уезжают. И для этого стараются создавать, потепенно трансформировать жилой фонд, создавать альтернативные предложения, квартиры разного типа. И это можно делать, соответственно, за счет реконструкции существующих зданий и за счет нового строительства. Вот на этом слайде вы видите примеры реконструкции зданий. Это может быть, например, надстройка, пристрой каких-то секций, или, например, в городах Восточной Германии очень много было проектов уменьшения количества этажей, переделки планов этажей. Вот здесь такой проект. В целом, таких проектов на самом деле не очень много, потому что переделывать здания сложнее, чем строить новые. И в районах массовой жилой застройки, во всяком случае в Германии, есть места, чтобы строить новые здания, поэтому задача развития жилого фонда реализуется за счет нового строительства прежде всего. Однако существующий жилой фонд, он адаптируется, есть проект адаптации. Вот, например, очень популярно какие-то здания выделять для людей преклонного возраста, которые не могут жить самостоятельно. Там делают, например, квартиры, в которых можно перемещаться на инвалидных колясках. В этом же здании находится медицинский персонал, который проверяет людей. Есть какая-то система датчиков, если человек живет один, что если с ним что-то случилось автоматически, например, он долгое время не движется внутри квартиры, датчик это рассчитывает и сразу передает сигнал медицинскому работнику, который идет и проверяет человека. Есть клубы для встреч на первых этажах. Вот, то есть это везде разные, конечно, сочетания вот этих мероприятий, но в целом всегда есть какие-то дома, которые говорят, что вот эти дома для тех пожилых людей, которые хотят жить самостоятельно, но им нужна поддержка все-таки. Также для молодых семей переделываются панельные дома. Ну вот здесь вот такая нужна кардинальная реконструкция, переделка планов, этажей. Такие проекты есть. Они, в принципе, довольно известны по всему миру, но вот то, что мне важно сказать, их немного. Ну и для студентов также переделывают некоторые дома, там стремятся как-то их более молодежными сделать за счет интерьеров, за счет архитектурного облика и также за счет переделки плана этажей, потому что выяснилось, что молодежь, она хочет жить в больших квартирах, несколько человек, а вот маленькие квартиры в панельном жилом фонде в Германии, они не создают такой возможности. Поэтому тоже хотят, чтобы привлечь молодых людей и как-то переделывают планы этажей. За счет нового строительства, это также очень много примеров можно встретить в немецких районах совершенно разных. Иногда целые кварталы создаются, в том числе на месте там нескольких снесенных зданий. Очень популярны вот такие вот точечные дома, какие-то маленькие домики, которые внутри большого двора строятся. И, конечно же, индивидуальная жилая застройка. Вот это, мне кажется, немецкая особенность, о чем у нас в России еще нет. То, что те люди, которые хотят жить в собственном доме, нужно дать возможность в районе многоквартирной застройки найти такой дом. И часто строятся, например, таунхаусы. Конечно, это какие-то обособленные части района, но я находила примеры, когда просто во дворе жилого дома был построен... Это город Сангерхаузен. Такой очень маленький город, там всего 30 тысяч человек живет. И там во дворе пятиэтажек построены частные дома. И, видимо, жители, которые раньше жили в пятиэтажках, они переехали в этот частный дом в середине. В моей организации Центра компетенции по крупным жилым массивам несколько лет назад было выполнено исследование, посвященное теме строительства в условиях сложившихся районов. Потому что эта тема в Германии, она становится все более популярной. И есть важный принцип, что, конечно, новое строительство, оно должно создавать добавленную стоимость для района в целом, увеличивать разнообразие жилья обязательно и уважительно относиться к существующей застройке. Никогда в Германии не застраиваются зеленые зоны. Наоборот, зеленый каркас, озелененный, который есть в районе, он всегда сохраняется. И когда строится что-то новое, всегда дополнительно инвестируются средства в улучшение благоустройства на этой территории. Очень, например, вместо того, чтобы застраивать зеленые зоны, можно перестраивать какие-то неэффективно используемые территории. Например, супермаркет и большая парковка между ним. Есть такие проекты, когда просто над этим супермаркетом, вместо этого супермаркета строится высотный дом, а супермаркет переезжает на первый этаж. Вместо того, чтобы строить эту высотку в парке. Это, конечно, очень интересный проект. У нас таких я еще не знаю. И в этом есть также примеры таких универсальных решений для нового строительства в районах, например, дома-линии и дома-точки. Вот сейчас в разработке находится очень много проектов, которые, например, предлагают уплотнить берлинские районы именно за счет таких решений. Они часто модульные, очень быстрые, позволяют быстро реализовать, чтобы у жителей, проживающих рядом в домах, стройка не создавала для них проблем. Также ставка очень популярное решение угловая. Например, вот это уже достаточно старый проект. Но здесь, что интересно, здесь не только реализовали ставку, но и сделали надстройку. Причем вот если в старом здании там нет лифта, то в новом здании есть лифт. И те люди, которые живут на верхних этажах, они могут подняться здесь в лифте и вот через надстроенный этаж попасть в свою квартиру на верхнем этаже старого здания. Это то, что касалось жилом строительства. Сейчас еще кратко про социальную инфраструктуру. Как вот я раньше сказала, что есть демографические волны, поэтому очень резко часто меняется нагрузка на социальную инфраструктуру. И так как у немецких планировщиков есть данные, они, например, понимают, что в школах спрос на места – это временное решение, что только 10 лет будет такой спрос, или это какой-то такой постоянный процесс, что действительно нужно построить в районе эту новую школу. И вот сейчас в Ляпциге город растет, и там очень большая потребность в создании новых школьных мест, новых мест в школах. И там, например, есть решение, что когда этот спрос временный, то там создаются мобильные классные комнаты, какое-то модульное здание, размещенное в школьном дворе, быстро позволяет увеличить количество мест в школе. Ну и также очень популярно это объединение школ, создание школьных кампусов, потому что, опять-таки, в социалистическом градостроительстве там часто очень школы располагались недалеко друг от друга. И, например, для двух школ строят какую-то общую вставку, где есть актовый зал, столовая, библиотека, какие-то новые пространства. И это позволяет сделать школу, с одной стороны, интереснее, адаптировать ее к новым современным стандартам, и, с другой стороны, использовать уже те управленческие структуры, которые существуют в старых школах. Еще очень важная тема — это развитие образовательных кампусов, когда те образовательные организации, не только школы, но и школы, детские сады, разные центры дополнительного образования, они сотрудничают друг с другом, вырабатывают общие образовательные программы, как-то используют помещения друг друга. И что очень важно, то, что они пространственно очень часто расположены рядом. И, опять-таки, как в случае с центрами, городская администрация, она может концентрировать, например, благоустройство на этих территориях, каким-то образом увеличивать безопасность дорожного движения на этих территориях. Вот такие решения сейчас, в настоящее время, очень активно используются. Теперь кратко еще про благоустройство. У каждого района есть план зеленых пространств. Очень важна иерархия пространств, потому что, опять-таки, модернистская среда, она такая однородная. И вот эта карта района Фенпуль, темно-зеленая, это ландшафтный парк в центре района. А вот два других зеленых цвета, это такой светлый и промежуточно-зеленый, это, на самом деле, все территории внутри дворов, казалось бы, но некоторые из них, светло-зеленые, это больше приватные дворы, а более яркий зеленый цвет, это общественные территории, которые расположены внутри, казалось бы, дворов. То есть вот есть вот эта градация. И на вот этом слайде я хотела картиночками показать, что, например, вот это вот, это парк, действительно, очень высокое качество благоустройства, и, например, через этот двор проходят пути других жителей района. А вот какая-то приватная территория, она может, на самом деле, даже вот таким вот невидимым, зелененьким забором огорожено, и там уже управляющие компании или жители, они сами могут разбить какую-то свою зону и такую сохранить свою приватность. Хотя забора может не быть, это могут быть какие-то решения благоустройства, которые просто закрывают двор, даже за счет, например, деревьев или плотного кустарника, и как-то становится понятно, что это вот частная территория, туда не нужно заходить, если ты куда-то идешь, иди, пожалуйста, по другому пути. Ну и также, наверное, Барбара тоже вчера рассказывала, что интересное решение – это сады, когда внутри дворов создаются частные садики, люди их арендуют, как-то проводят там время, даже иногда шашлыки жарят, и это сокращает затраты на эксплуатацию дворовых территорий или общественных территорий. Ну и что очень важно еще, что районы, особенно районы в убывающих городах, они такие очень природные, они зарастают, по сути, и вот жителям очень важен всегда баланс между природным и городским. Всегда должны быть пространства, где люди понимают, что мы живем в городе, но чаще всего это центральные пространства. Но однако у пространственно-окраинах у них есть важное преимущество, что можно установить связи с природными территориями и с какими-то там озерами, водоемами, благоустроить там пляжные зоны и создать вот это преимущество для жителей районов на окраинах, что они могут быстро оказаться в каком-то замечательном природном пространстве. Проблемная для всех вопрос, это один уже из последних, это, конечно же, что делать с парковками. Что удивительно, в районах немецких практически нет проблем с парковками. Там очень много машин, но они аккуратно стоят, все упорядочено, все посчитано, сколько мест. Широкие модернистские улицы это возможность, на самом деле, для организации парковок. Вот вы видите на большой фотографии, там есть карман около одного дома, есть карман около другого дома. И вот везде, иногда даже в центральной части просто вот как вот здесь, закрывается одна полоса и создается парковка. Иногда в центре дороги просто две полосы выделены под парковку автомобилей. И таким образом позволяют освободить дворы от машин. И дворы это уже зеленые, более комфортные пространства, где растут деревья, где очень красивая природная среда. Вот здесь покажу схему того же района Фенпуль. Для того, чтобы, если, например, парковок не хватает, там нет такого норматива, что парковочное место должно быть обеспечено в 500 метрах от дома, как у нас. На самом деле, на окраинах района всегда есть какие-то большие парковки, есть там парковки торговых центров, есть, если это район на окраине, просто пустые площадки. И вот эти вот площадки, они позволяют сбалансировать нехватку мест. Ну, просто человеку нужно будет 10 минут идти до своей машины. И за счет, например, такого инструмента, что людям говорят, мы вам дадим деньги на благоустройство двора, но парковки мы там делать не будем. То есть, если вы согласны, что у вас там не будет парковок, и вы будете где-то ставить свою машину в другом месте, вы можете благоустроить свой двор. И люди, конечно, сначала спорят очень много, но потом, как правило, соглашаются. И постепенно паттерны поведенческие меняются. Иногда, когда совсем критическая ситуация, создается вот такая вот парковка-этажерка, но такое я встречала редко. Кстати, это в том же фенпуле, потому что он очень многоэтажный, действительно, там очень большая потребность. Еще одна важная тема, которая сейчас в Германии становится все более и более популярна, это перестройка энергетической инфраструктуры районов. Создаются какие-то маленькие котельные, альтернативные решения, солнечные батареи используются. И вот сейчас разрабатываются новые поколения интегрированных стратегий развития, которые вот этот опыт учитывают. Ну, я думаю, что для нас это тоже будет в ближайшие 10-15 лет. Эта тема появится, будет очень важна. И здесь у Германии есть уже какой-то опыт. Ну, и очень важный вопрос это модернизация зданий, но про него я сегодня вам рассказывать не буду, потому что именно этой теме будет посвящена завтрашняя лекция Ральфа Протса. Спасибо большое. И я буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Мария. Было очень интересно. Полагаю, вопросы появились. Дорогие участники, пожалуйста, поднимайте руку. Если у вас не получается поднять руку, как оказалось, может в чате хотя бы написать, что вы хотите задать вопрос, чтобы у нас не выходило многоголосия, назовем это так. Ну, пока наши участники, видимо, думают. Мария, у меня появился такой вопрос. Может быть, я прослушала. Просто вот вынесли парковки из дворов, а парковки где делаются? То есть за счет каких территорий? Прежде всего, уличная дорожная сеть. То есть уличная дорожная сеть, она позволяет, она вмещает в себя огромное количество парковочных мест. Вот на этой картинке вы видите большие карманы, например, есть. Часто в центре дороги две полосы перекрываются. Например, дорога была четыре полосы, я оставляю только две, а две оставляю под парковку. Это позволяет огромное количество машин вместить. И, например, если район расположен на окраине, ну там нет такого быстрого движения, это прекрасно работает. Ну и даже на каких-то центральных улиц часто такое решение применяется. Просто люди аккуратно ездят. И вот именно ключевое слово – это порядок. Если упорядочить пространство, понять, что под парковку, где вот растет кустарник, где стоит заборчик, то это уже очень кардинально позволяет улучшить городскую среду в районе. Но вот что очень важно, как вы сказали, если, например, все-таки есть нехватка, например, есть очень много высотных зданий, потребность большая, то учитываются какие-то большие парковочные пространства на окраинах района или около станции метро часто бывают большие территории, ну такие перехватывающие парковки. Они, например, в какое-то время заняты, а в какое-то время они могут быть использованы жителями. Они тоже учитываются для расчета, и планировщики просто говорят, все, у нас достаточно парковок, посмотрите, мы новые не строим. И жители уже как-то сами ищут себе место. Спасибо. Так, у нас есть, вот первый был Сергей, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Может быть, вопрос не совсем по тем объектам, над которыми вы работали, но тем не менее вы были в районе и ходили там, и мне интересно, что происходит с малыми формами культурно-бытовой жизни. Раньше были площадки рекламы, площадки новостных, каких-то газет и там расклеивали, столики, чтобы в шашки, в шахматы поиграть. Вот с такими малыми формами, которые раньше были неотъемлемой частью микрорайона жизни советской, вообще, они полностью стираются либо они получают такое второе развитие? Ну, точно не стираются, потому что вот мы смотрели демографическую пирамиду, там основная часть населения сейчас 70-90 лет, и я думаю, для них информационные стенды это очень важная вещь. Информационные стенды есть, точно, столики тоже есть, а вот, например, еще скульптуры, скульптуры есть, такие ГДР, которые в наших городах часто можно встретить, эти скульптуры, они вообще памятники архитектуры, то есть их сохраняют как некое наследие, но, на мой взгляд, все трансформируется, потому что есть ревизия, есть постоянно какой-то контакт с жителями, есть диалог, поэтому, если в какой-то момент что-то становится невостребованным, но это убирают. Но площадок для сушки белья я не видела уже в дворах. Спасибо большое. Вопрос из чата от Малышева Гавриила. Как управляются эти районы и какой-то аналог ТСЖ и поддерживает ли государство самоорганизацию жителей? Как я сказала в самом начале, несколько иная система, что крупные организации есть, жилищные компании, и они сдают жилой фонд в аренду. Однако, также там есть кооперативы, что, на мой взгляд, это очень такая промежуточная форма между собственностью и арендой. Она интересна и для российской ситуации, когда большое количество людей, проживающие, например, в нескольких жилых группах, одни объединяются в кооператив, у них у всех есть доли в кооперативе, и они как бы становятся единым юридическим лицом. У них есть управляющая компания, но это не управляющая компания, которая им оказывает какие-то услуги, это тоже члены кооператива, которые профессиональные управляющие, и они не коммерческие, то есть это менеджерская структура, она не зарабатывает на них, она просто работает вместе с ними. У них есть там выстроенная модель самоуправления, у каждого, ну, примерно похожая, кстати, как у нас, у каждого подъезда есть выборные люди, которые участвуют в более большом выборном органе, есть какие-то ежегодные конференции, где вообще все участвуют, то есть такое развитие демократии на уровне вот этих двух блоков, они все обсуждают, что делать, там всегда ищут решения, какие-то социальные проекты друг для друга реализуют, культура кооперативного управления. Также есть такой же формат, как у нас, это объединение собственников жилья, они могут взять кредит на модернизацию своего здания на тех же правах, что и другие собственники. Конечно, им сложнее договариваться друг с другом, но, тем не менее, это возможно. Завтра Ральф Проц, он еще будет очень подробно рассказывать о том, такая организация, есть агентство санации, я поэтому сегодня не буду это затрагивать, как это работает, как оно поддерживает собственников в процессе модернизации своих зданий. Вот это вот то, что касается вопроса управления собственностью. Есть еще тема вовлечения жителей на уровне района, обсуждения проблем развития района, которые непосредственно не связаны с их собственностью, а просто по факту того, что они там живут. То да, это тоже существует более долгий цикл вовлечения по сравнению с Россией. То есть я наблюдала например проект общественного пространства, его обсуждают полтора года. Не только с жителями, но и с организациями, которые работают в районе, чтобы вот найти этот общий язык, понять вообще что мы делаем и потом как-то вот долго-долго обсуждают, долго-долго делают проект и потом раз быстро строят в конце, потому что все уже обо всем договорились. И конечно такие форматы есть. Когда происходит какая-то реконструкция района, очень много например строительных действий, то вот есть такие маленькие бюро повсюду по территории района, по сути, не в каждом квартале, но наверное в каждом микрорайоне маленьком точно, куда жители могут прийти, задать свои интересующие вопросы, понять, что происходит в районе. Участие это наверное базовая задача, когда планировщики работают уже сложившиеся территории Гольда. Спасибо большое за ответ. У вас такой ответ получился, который снял еще несколько вопросов сразу же. Так, другой вопрос. Подскажите, пожалуйста, среднюю стоимость программы активный центр на расчетный период в один год и 10 лет, если у вас есть такие данные, я так понимаю. Эти данные есть, я просто точно не назову, сейчас могу ошибиться, но суммы на самом деле небольшие, то есть там речь идет о десятках тысяч евро. Это не такие большие суммы. Но вот что очень удивительно, что это 10 лет, и они из этих 10 лет, первые 5 лет просто обсуждают, что делать. И как бы программа поддерживает процесс проблематизации, процесс вот этих обсуждений, процесс формирования сообщества. Вот в этом, конечно, очень большое преимущество немецких программ, что понимается, почему в этом ценность, в чем нужно поддерживать такие процессы. Ну а так в книжке в моей там есть раздел про программу активный городский центр, там есть ссылка на, сколько я помню, на программный документ, там все цифры открыты. Также если я могу сейчас спросить название этой программы, вы найдете в интернете тоже. Спасибо. Следующий вопрос. Существуют ли проблемы с гаражными кооперативами в районах массовой застройки? Если существуют, то как они решаются в рамках района? Вот очень актуальный кейс у моих коллег сейчас. Они делают план развития района, там предполагается новое строительство, и они решили застроить все гаражные кооперативы. То есть они разработали такой проект, и у них большой вопрос, когда этот проект видят, а согласятся ли собственники гаражей с тем, что на месте их собственности будет построено жилье, на что планировщики отвечают. Мы будем с ними разговаривать, не только мы, но и городские власти с ними будут разговаривать, их соседи будут разговаривать, мы все будем говорить, что нам нужно жилье, нам нужно менять среду района. Конечно, если гаражный кооператив устроит гигантский протест, и этот протест будет таким, они все будут против, они будут не согласны над компенсацией, которая им будет предоставлена, то, скорее всего, план изменят, этот гаражный кооператив оставят, и они там будут, сообщество собственников гаражей будет его развивать как-то в своем направлении, такие кейсы были в Берлине, но не про гаражи, но про территории, когда сообщество за них берет ответственность, но в целом прогноз, что, конечно, они согласятся, потому что есть вот эти парковочные места, и городу нужно жилье, и как бы общественное благо, оно в диалоге повышается всеми, да. А компенсация за счет кого? Застройщика или государства, вы не знаете? Вот это я вам не скажу, на самом деле, но я думаю, что не за счет застройщика, за счет государства, скорее всего. Спасибо. Потому что застройщик, как правило, он приходит на площадку без оприменений. Это тоже очень важный вопрос. Там всегда стараются развести вот эти вопросы, связанные с организацией процесса развития территории и со стройкой. То есть не должна строительная организация договариваться с жителями, потому что там уже слишком много появляется коррупции, каких-то теневых процессов. То есть это должен быть независимая организация, которая ведет диалог с жителями. Спасибо. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, какие критерии входят в успешное социальное вовлечение жителей в сценарирование пространства? Какие критерии входят в успешность вовлечения жителей? Ну, если упрощать вопрос, то будет так. Ну, есть много степеней, то есть первая степень это информирование, что жители, они как минимум должны знать о том, что происходит на территории. Вот этот показатель в Германии стремятся максимизировать. Например, в некоторых проектах в Берлине там более 50% жителей приходили, обсуждали проект. То есть это уже считается очень хорошим показателем. Потом разнообразие форматов участия. Например, когда Барбара про район Хелесдорф вчера рассказывала, как раз Ральф Пронс, который завтра будет читать лекцию, он непосредственно работал в этом районе. У них там было до 40 различных форматов участия, разных мероприятий, какие-то большие формы для всего района, и маленькие обсуждения на уровне отдельных дворов, и газету они выпускали, и какой-то там у них пилотный год был. То есть очень креативно подходят к вопросу организации вовлечения жителей. когда именно вот такой большой проект реализовывается. У меня почему-то есть ощущение, что вопрос был немножко о другом. Марина, вы может голосом поясните, в чем вопрос? Автор вопроса Марина Клещельская, вы можете задать голосом вопрос? Видимо, нет возможности. Ну, тогда, Мария, большое вам спасибо за лекцию. По крайней мере, было интересно, я думаю, участники для себя нашли много интересных вариантов, какие могут быть. Спасибо вам большое. Спасибо. И как были контакты на слайде, сейчас я его, может быть, получится. Снова открою, поэтому, если будут какие-то вот такие конкретные вопросы, пожалуйста, пишите, можно на мой адрес, можно на адрес организации и постараемся вам информацию предоставить о немецком опыте. Спасибо.